а перед началом этого видео рекомендую подписаться на мой канал так как многие зрители смотрят мои ролики без подписки приятного просмотра в общем я иду сейчас справду сделаю мальчу делать презентацию так я уже приехала домой как вы уже понимаете по обстановке и сейчас мы приступаем учиться но перед началом хочу вам рассказать о своем телеграм канале обязательно него подписывайтесь потому что там выходит много полезных постов на разные темы то есть на учебу рассказывал бы своей университетской жизни также делюсь своими новиночками в сфере косметики ухода за собой поэтому я думаю что девочкам очень понравится мой канал обязательно на него подписывайтесь ссылку и qr-код я обязательно оставлю для вас в описании и также в первом закрепленном комментарии я оставлю название своего телеграм-канала забив который вы можете найти мой собственно канал вот а еще хочу показать вам новые покупки золотого яблока вчера я заходила в золотое яблоко в медленной галереи и вот некоторые мои покупочки во первых это вот такие потрясающие влажные салфетки у них есть три аромата и они различаются по цвету упаковки если вам видно то вот это это розовые и у них аромат мелкий силк он очень похож на фиолетовые такие же салфетки вроде бы они под номером 02 идут насколько я помню а вот 01 мне не очень нравится но моей маме зашло поэтому иногда я тоже не такие покупаю и вот такие масочки нашумевшие от дарлинг первое это magic glow я ее еще ни разу не пробовала но хочу в ближайшее время и вот моя самая любимая маска если кому интересно это дарлинг ричард для меня на самое действенное хотя все наоборот нахваливают другую маску от дарлинг но вот это как по мне самая классная от нее эффект прям очень заметный вот поэтому скриньте возможно кому-то пригодится начну я как всегда с планирования здесь у меня старый туду лист в общем будем сегодня писать новый туду лист и также вот в этом блокнотике буду прописывать дела по блогу как-то так давайте начинать вот что у меня получилось и кстати у меня появилась идея записать вообще тур по моему но ужин потому что посмотрите сколько здесь вкладочек всяких разных наверное вам интересно что в них содержится поэтому я думаю что возможно я сниму это видео если вам конечно же интересно а узнать интересно вам или нет мне помогут ваши комментарии поэтому обязательно пишите под этим видео интересно ли бы было вам посмотреть подобный ролик жду ваших ответов теперь мы переходим к вот этому замечательному блокнотику и планируем работу по блогу то есть составляем контент-план и заодно выполняем задание из ноушен до новых встреч Так, вот столько мы с вами уже сделали. И вот самые главные задания я отметила сверху, и самое, наверное, самое-самое главное на день, это презентация по ППК по китайскому языку, которая будет у нас завтра первой парой на Ростокино. И я эту презентацию даже немного задолжала, поэтому нужно будет срочно её сделать. Тема не из лёгких, потому что эта тема звучит как места в Китае, которые я хочу посетить, и почему я хочу их посетить. И, наверное, это самая сложная презентация по китайскому, которую я делала. Давайте начинать, потому что эта презентация неизбежна. Продолжение следует... Так, я сделала три слайда. Сейчас покажу. Это храм неба, это национальный парк и гигантская статуя Будды. И, знаете, я так устала, потому что я просто скачу между разными сайтами. Я достала тетрадку по ППК, чтобы смотреть слова и лексику использовать. И это просто взрыв башки. То есть я презентацию по китайскому делаю раза в четыре дольше, чтобы вы понимали, чем на русском языке. Но это ужас, конечно. Вот что у меня в итоге получилось. Вот такая презентация. Я использовала обычный шаблон с Пауэрпоинта, нашла четыре места. Написала про них несколько предложений. И вот здесь для них пенинь, чтобы быстренько все прочитать, рассказать и не занимать много времени на паре. Здесь я написала небольшое вступление. И по каждому месту просто транскрипцию, точнее пенинь, всех слов, которые нужно произнести. Вот и все. Итак, я сейчас на Сокольниках. Сегодня четверг. И это достаточно необычный для меня день. Конкретно этот мне каждую неделю. Подробнее вы узнаете попозже. Сейчас я вам хочу показать свои полуточки. Первое это водичка, потому что я свою забыла дома. Это я не знаю, как надо было так вообще сделать. Я не знаю, даже слово подобрать не было. В общем, я ее налила. У нас в зале кран с ультробной водой дома. И просто ее оставила. То есть я хотела ее взять с собой в руках, понести, потому что в сумке моей вообще нет места. И я ее просто забыла. Просто не взяла. И следующее это шоколадка. Но не мне. Уже не мне, потому что все вы узнаете позже. Я сейчас не хочу рассказывать. У меня необычная встреча в 15.00 на Белорусской. Сейчас я немножко посижу и понеду. Уступайте ресторан на дворитах, пожилых людей, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Да, я встретилась со своим подписчиком. Настя подписана на меня с 2019 года, и я очень была рада с ней познакомиться. Пора делать обложку для видео. Это я сделала в Пиксарте, все наложила. Сейчас мы будем ее доделывать в фотошопе. И вот что получилось. Мне очень нравится. И вот такой стиль, и шрифт, и какие-то мелкие детали. В общем, просто супер обложечка. Переходим к китайскому. Мы выписали новые слова, которые мы будем изучать. А все вот это нужно прописать. И выучить еще числа по-китайски. У них там вообще другая система исчисления. Поэтому будем сейчас прописывать. Сейчас включу какое-нибудь видео на ютубе. И буду вот под фон вот это все прописывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!